Мы продолжаем разговор в рамках лекции Европы в 815-848 годах и переходим к третьему эпизоду, а именно к революционным движениям в Европе и в мире в 20-х годах 19-го столетия. Как уже говорил, первое испытание для Священного Союза началось достаточно быстро. Первые революции пошли в Европе уже в 1820 году. Какие можно выделить общие причины и какие были общие черты у этих революций? Во-первых, они охватывали, как иногда говорят, окраины Европы. Испания, Италия, две революции в Неаполе и в Пьемонте, две попытки революции, точнее Греция, война за независимость. Ну и на периферии в этом плане уже даже не Европы, а на периферии Испанской колониальной империи начинаются войны за независимость в Латинской Америке. Затем, что еще общего, да, помимо такого маргинального в географическом смысле контекста? Прежде всего, это откат от наполеоновской системы управления, когда после крушения Наполеона к власти, что в Испании, что в итальянских государствах, пришли прежние правители, вернулись прежние короли, они попытались вести себя, как будто не было предшествующих лет, и попытались восстановить прежнюю систему правления, то есть абсолютной монархии. Это, разумеется, не могло не вызвать сопротивления, потому что ситуация уже изменилась, и люди уже увидели другой способ управления, другой вариант политического устройства, другую жизнь, говоря проще. На это все наложился довольно серьезный социально-экономический кризис, пришедшийся как раз на конец десятых, начало двадцатых годов в Европе, и то, о чем говорил в рамках прошлого эпизода, в рамках первого эпизода этой лекции, это подъем национальных движений, рост национального самосознания, и как следствие, начало национально-освободительных движений в тех странах, которые считали себя угнетенными другими. Ну, как Греция, например, и Турция, да, Греция, терпевшая угнетение Оттаманской империи, с одной стороны, и с другой стороны, страны Латинской Америки, которые пытались добиться и добились в итоге независимости от испанской монархии, от митрополии. При этом, понятно, еще одна черта, которую стоит отметить, применитая как национально-освободительным движением, это не только рост национального самосознания, но, по другую сторону, баррикад – это слабость центрального аппарата, о чем, собственно, два слова скажу дальше. Начнем мы говорить с революции, ставшей модельной для революционных повреждений 20-х годов, а именно с испанской революцией. После того, как в 1812 году кортасы в городе Кадис принимают знаменитую Кадисскую конституцию, первую испанскую конституцию, и в 14-м году заканчивается война с Наполеоном, война за независимость. В 14-м году в Испанию возвращается долгожданный, как тогда считалось, монарх Фернандо VII, сын Карлоса IV Бурбона. Он возвращается в Испанию, пообещав уважать конституцию и принять условия, собственно говоря, выдвинутые депутатами кортасов. Однако ведет он себя совершенно по-другому. Уже в 14-м году, в мае 14-го года, как только он восходит на трон, одним из первых решений он отменяет Кадисскую конституцию, а затем разворачивает активные политические репрессии против оппонентов, и начинается тот период, который в испанской историографии называется «Абсолютистское шестилетие». Период, на самом деле, очень смутный, поскольку Фернандо VII проявил себя королем, способным на репрессии, на жестокость, на подавление восстаний, но при этом, казалось, не имел никакой конструктивной программы, никакого плана реформ и так далее. В итоге страна полнится заговорами. Заговоры против короля возникают последовательно в 14-м, в 16-м, в 17-м, в 19-м годах. Какие-то из них раскрыты, какие-то не раскрыты. Но в итоге, собственно говоря, эта цепочка заговоров приводит к знаменитому прононсиамьенту, то есть к военному перевороту, который производит полковник, тогда еще подполковник, Рафаэль Риего. Он командует батальоном, одним из батальонов, который должен отправиться в Латинскую Америку для подавления тамошних повстанцев. Но и батальон Риего, и другие части стоят в окрестностях Кадиса, ждут кораблей, но на корабли нет денег, нет политической инициативы со стороны монарха, и армия медленно, но верно, закипает вот в этом вот Кадисском котле. В результате Риего поднимает восстание со своим батальоном. Сам по себе его вот этот вот поступок мог бы кануть в лету, потому что постоянно преследуемый верными кералю войсками, Риего уходит по Андалусии, но в итоге его марш от всего батальона остается примерно 45 человек. к февралю месяцу, да, потому что люди, кто дезертирует, кто гибнет, но неожиданно его выступление становится спичкой в пороховом погребе. Начинаются выступления армии по всей Испании, вы видите географию Галисия, Каталония, Аргон, опять-таки в Андалусии ряд выступлений, и в итоге все эти выступления переливаются, к Риего приходят новые люди, все это выливается в марш на Мадрид, 7 марта армия входит в Мадрид, 9-го король торжественно объявляет о созыве кортусов, о восстановлении конституции, анонсируется отмена инквизиции. Казалось бы, победа достигнута, началось либеральное трехлетие, три года очень серьезного послабления режима и либеральных реформ в Испании. Чем они кончились, мы поговорим чуть позже в эпизоде, посвященном испанской истории. А пока пойдем дальше. Пока еще, оставаясь в рамках Пиренейского полуострова, Португальская революция. В Португалии ситуация складывается совершенно иная. Если Фернандо VII находился у Наполеона практически в заложниках и возвращался из Франции, то португальская королевская семья при угрозе вторжения французов в Португалию бежала в свои владения в Бразилии, где, собственно говоря, и осталась. Уже после разгрома Наполеона Португалией фактически управляли английские, ну, хочется сказать, оккупационные войска, но не оккупационные, конечно. Но английские войска фактически государством управляет маршал Беррасфаут. Поэтому, когда в 20-м году, в августе, под влиянием событий, происшедших в сопредельной Испании, восстают полковники Сепульведа и Кабрейра и дальше поднимают за собой своих солдат, и дальше идет череда армейских восстаний по всей стране, главным требованием революционеров, помимо созыва Кортасов, становится возвращение короля в Португалию. И Жоан VI возвращается в Португалию из Бразилии. Его старший сын, Педро, остается в Бразилии. И в 22-м году он объявляет, в 21-м году он объявляет Бразилию империей, а себя императором Бразилии Педро I. В 22-м году Португалия признает независимость Бразилии. Но незадолго до этого, да, что происходит? Смотрите, вместе с требованием вернуть короля и, соответственно, убрать англичан, разумеется, объявляется о созыве Кортасов, то есть парламента, постулируется всеобщее избирательное право, вот в этом португальцы идут, конечно, практически впереди всех в Европе. Отмена сеньги реальных повинностей и упраздений, внутренних таможенных упраздений и инквизиции. Большая часть сказанного и написанного очень легко сказать или провозгласить, или даже написать на бумаге, но очень сложно реализовать в жизни. По сути, португальские революционеры пытаются повторить не то, что сделал Риего в Испании, они пытаются повторить то, что делали французские революционеры в 1991-1994 годах. Но ни той политической воли, ни той жестокости у них, слава богу, нет. И поэтому очень многие вещи, ну, как то упразднение внутренних таможенных или отмена сеньги реальных повинностей, реально затягиваются на значительно более долгий срок, чем один год, да. В 1921 году Жоанн VI возвращается в Португалию, признает Конституцию, присягает ей на верность, но длится это удовольствие недолго, поскольку в 1923 году поднимает мятеж... Да, в 1922 году, собственно, принимают Конституцию, которой присягает на верность Жоанн, да. Но в 1923 году мятеж поднимает младший сын Жоанна VI, Мигель де Браганса, будущий Мигел I, король-регент Португалии. Он собирает верных себе людей, которых, собственно, называют по его имени, мигелисты, вот, поднимает мятеж против революции, мятеж оказывается успешным, Жоанн VI идет на уступки своему младшему сыну, Конституция 1922 года отменена, и последние годы правления Жоанна VI, а он будет править до 1826 года, проходят в достаточно мрачном и жестком режиме. Тем временем, что происходит за океаном в Латинской Америке? В Латинской Америке, ну, давайте начнем с того, что структура общества Латинской Америки, точнее всего, ее можно охарактеризовать неполиткорректным сейчас термином трехцветное, поскольку общество очень четко состоит из трех слоев населения. Креолы, сюда, собственно, входят приехавшие испанцы, как правило, это чиновники, осуществляющие управление, контроль сбор налогов, и местные белые уроженцы, то есть потомки колонистов, потомки, собственно, приехавших ранее чиновников и так далее. белые, да, то есть белые. Метисы плюс индейцы, то есть это сами индейцы и полукровки от браков индейцев и белых. И африканские рабы, которых к тому моменту в латиноамериканских колониях огромное количество. индейцев, как правило, в рабство не обращали, то есть не как правило, а просто не обращали. Для этого, собственно говоря, для решения проблемы рабства латиноамериканские страны пользовались работорговлей и покупали пленных, плененных, собственно, жителей Африки в качестве рабов. Это замечание о структуре общества полезно для того, чтобы понять судьбу первой и второй волн войн за независимость Латинской Америки. Первая, собственно говоря, волна начинается за 10 лет до периода, вынесенного в заголовок лекции, в 10-м году, когда в Венесуэле, в самой бедной из провинций Испании в Новом Свете, поднимается восстание против испанской администрации, свергают власть генерал-лейтенанта, принимают конституцию и провозглашают республику. Буквально в несколько лет после этого, в 11-12 годы, республики венесуэльской модели провозглашаются в Новой Гранаде, Чили, Перу, еще в ряде бывших колоний, там же создаются конституции, как правило, кальки с венесуэльской. Все бы хорошо, но почему это выступление оказывается провальным? Почему уже в 15-м году повстанцы разбиты практически на голову, и один из их лидеров и самых известных, пожалуй, что революционер в Латинской Америке Симон Боливар вынужден бежать на Ямайку, откуда, собственно, в 15-м году направляют знаменитое послание с Ямайки о необходимости продолжения борьбы. Почему происходит то, что происходит? Ответ в первом тезисе, в том самом неполиткорректном тезисе о структуре общества. революции 10-го, 11-го, 12-го годов в Латинской Америке это революции креолов. Это революции, которые идут не снизу, а скорее сверху общества. Это восстание, которое поднимает местное знать против своих испанских покровителей, против своих испанских руководителей, можно даже сказать, хозяев. И в ходе этих революций они, собственно, вполне предсказуемо относятся и к чернокожим рабам, и к метисам, то есть, как бы сказать, как к людям второго или третьего сорта. И поэтому ни раз, ни два отмечались события, это особенно 14-15-е годы, когда освобожденные чернокожие рабы увлеченно грабят имение повстанцев, то есть, своих бывших хозяев тех самых креолов. То есть, здесь вот классический случай, когда вот это вот расовое презрение, расовая убежденность в том, что люди с иным цветом кожи менее полноценны, чем ты, оказывается причиной провала одного из масштабнейших выступлений. Впрочем, уроки были извлечены, выводы были сделаны, и поэтому, когда в 16-м году Симон Боливер и его соратники начинают вторую волну, начинают снова войну, возобновляют борьбу, то одним из первых решений, которые они провозглашают, это декрет об отмене рабства. Декрет об отмене рабства, и на этот раз в борьбу активнейшим образом вовлекаются и метисы, и индейцы, и, разумеется, освобожденные рабы, которых, как вы понимаете, освобождают под лозунгом национальной борьбы. есть и пример, на который можно ссылаться, и на который, собственно, ссылаются и Боливер, и его соратники. Это, разумеется, Гаити, гаитянское государство, созданное в самом начале 19-го века. Вот, то есть, здесь даже прецедент есть. И вот здесь события разворачиваются совершенно иным образом, получив массовую поддержку метисов, индейцев и чернокожего населения. Освободители, да, как их называют, одерживают одну победу за другой. Уже в 18-м году Бернардо Хиггинс провозглашает независимость Чили. В следующем же году Симон Боливер совершает свой знаменитый рейд через Элиноко и создает Великую Колумбию. Собственно, куда войдут современные Колумбии, Эквадор, Перу. Современные Колумбии, Эквадор, извините. В 21-м году генерал Сан-Мартин, Хосе де Сан-Мартин, один из самых популярных героев войны за освобождение, он перед вами, провозглашает независимость Перу. Наконец, в том же 21-м году Агустину де Турбиде, офицер испанской армии, провозглашает независимость Новой Испании, то есть, Мексика объявляет себя императором Агустином Первым, и освобожденную Новую Испанию преобразует в Мексиканскую империю. Она просуществует недолго, до 23-го года, когда будет реорганизованно в Мексиканскую республику. В 24-м году в одной из последних битв О'Хиггинс и Сан-Мартин разбивают испанцев в битве при Аякучо, и на этом, собственно, боевые действия в Латинской Америке против испанцев прекращаются, потому что, ну, собственно, там не остается испанских контингентов, боеспособных. Ряд попыток предпринятых в 28-м, 29-м годах высадить новые контингенты с Кубы, собственно говоря, оказывается неуспешным. Эти высадки испанцев натыкаются на организованное вооруженное сопротивление, и ничего хорошего из них не получается. В 26-м году Боливер собирает знаменитый Панамский Конгресс в попытке объединить государство Латинской Америки в единый субъект, но у него, как вы знаете, ничего не получается. На этом заканчивается история освободительной борьбы стран Латинской Америки. Дальше начнется история их государственного строительства, это отдельно. Вернемся в Европу. Еще одним регионом, где революция поднимается по образцу испанской, где источником вдохновения становится прононсиамьентом Рафаэля Риего, становится, разумеется, Италия. Конкретно на севере и на юге Италии, на севере это в Пьемонте, в королевстве Пьемонта, на юге это в королевстве Неаполя и обеих Сицилий, создается сеть тайных обществ. Цель, обратите внимание, конституционная монархия вместо абсолютной. А дальше надо смотреть на конкретных людей. Карбонарии, которые в основном сильны на юге Италии и в папском государстве, выдвигают в качестве идеала Кадисскую Конституцию 12-го года. Федераты, как они себя называли, члены Итальянской Федерации, это север Италии и Пьемонт, они более консервативны и в качестве идеала Конституции они видят конституционную хартию, данную Людовиком 18-м во Франции. Но и в том, и в другом случае, будь то радикальное политическое преобразование по модели Кадиса или более чем умеренные реформы, конституционные реформы а-ля Людовик 18-й, в любом случае речь идет об установлении конституционной монархии, о умерении власти правящих королей. В 20-м году, собственно, в июле 20-го года поднимается восстание в городе Нола, недалеко от Неаполя. Лидером восстания становится, и двигателем восстания становится армейское подразделение, к ним очень быстро присоединяются вооруженные карбонарии, карбонарии угольщики в переводе. Итогом становится капитуляция Фердинанда первого принятия конституции и присяга Фердинанда на верность конституции. А дальше, обратите внимание, уже в 21-м году, собственно, Фердинанд первый, присягнув на верность конституции, совершенно верно рассудил, что его вынудили принести эту присягу, он ее не принес добровольно, и руководствуясь этими соображениями, он обращается к Священному Союзу за помощью. На Лайбахском конгрессе 21-го года принимается решение о австрийской интервенции, и уже к марту 21-го года австрийская армия разбивает повстанцев, берет Неаполь, восстанавливает Фердинанда первого на троне, на этом заканчивается неаполитанская революция. Пьемонтская революция это следующая хронологически, это 21-й год, и опять та же самая модель, революцию, восстание поднимают военные, практически сразу захватывается Александрия, это главная военная цитадель Пьемонта, формируется хунта, то есть временное правительство во главе с полковником Ансальди, буквально в два последующих дня восстание охватывает все Пьемонтское королевство и король Виктор Эммануил Первый произносит собственно отличение от трона. Его наследником и регентом королевства становится Карл Альберт, перед вами Карл Альберт Савойский, который до того тайно поддерживал Итальянскую Федерацию и заявлял о своей солидарности с их идеями и говорил, что он тоже за конституционную монархию. Однако 13 марта объявляется о принятии Конституции, здесь просто принимается Кадисская Конституция, чуть-чуть только видоизмененная и уже 21 марта Карл Альберт бежит, обращается, как вы догадываетесь, к Священному Союзу, собирает свои войска, ему придаются австрийские войска в помощь и уже 8-10 апреля Пьемонтская революция подавлена, разгромлена и подавлена соединенными действиями королевских и австрийских войск. Власть легитимного монарха восстановлена. Если сдвинуться от Италии немножко в сторону по Средиземноморскому бассейну, то мы увидим, что происходило в 21-м, собственно, во все 20-е годы в Греции, где уже в 21-м году, в марте, начинается восстание князя Александра Ипсиланте российского генерала, князя, который уезжает в Молдавию, собирает там повстанцев и поднимает, собственно говоря, восстание против турок. Восстание Ипсиланте оказывается подавлено турками, но оно становится сигналом к целому каскаду вооруженных выступлений по всем практически городам, по многим городам Греции. Уже в 22-м году собирается первое национальное собрание, создается Греческая республика, которая просуществует, как вы видите, 10 лет, и принимается Конституция. За основу берется Кадисская Конституция. На протяжении нескольких лет с переменным успехом греки борются с турками и пришедшими к ним на помощь египтянами. К середине 20-х годов становится понятно, что без посторонней помощи греки будут разбиты и подавлены. И вот здесь Священный Союз встает перед очень любопытной вилкой. Обратите внимание, с одной стороны это революция, с одной стороны это ненавистная революция, которую надо подавить, задушить, и ради чего вообще создавался Священный Союз. С другой стороны это христианские братья, которые борются против проклятых нехристей, против оттаманской империи, против турок. И религиозный долг зовет на помощь туркам, на помощь грекам, извините. Со всей Европы в Грецию съезжаются добровольцы эллинофилы, среди них собственно в том числе и Лорд Байрон, знаменитый поэт. Война превращается уже в практически всеевропейскую потихоньку. Наконец в 27 году, когда принимается гражданская конституция Эллады, в Лондоне собираются представители России, Англии и Франции и договариваются об оказании помощи грекам против турок. Все три государства вступают в войну. В октябре того же года состоится знаменитое Наваринское морское сражение, когда турецкий и египетский флот будут сожжены в Наваринской бухте. Турция, решив сыграть на противоречиях между союзниками, объявит войну Российской империи, что приведет к русско-турецкой войне 28-29 годов, в которой Турция будет наглого разбита и в Адрианопольском мирном договоре будет прописано признание Турции независимости Греции. Казалось бы, вот победа, но не совсем. Ни Франции, ни Англии независимая Греция, православная независимая Греция, лояльная, безусловно, лояльная России не нужна. И поэтому на лондонской конференции 32-го года принимается решение, во-первых, о преобразовании Греции из о преобразовании Греции из республики в монархию, а во-вторых, о назначении монархом Греции не кого-то из местных, конечно, а Отто фон Виттельсбаха, собственно говоря, немецкого аристократа, который занимает престол под именем Оттона Первого, который будет править Грецией 29 лет до 1862 года. Вот, собственно, на этом заканчивается история революционных волнений в Европе 20-х годов. Спасибо. Продолжение следует...